вот вот такие следы непонятно в грязи размазано собачьи это или волчьи или лиси в общем не пойму много приходится обходить по лесу уходить с тропы потому что все там залито обходить тоже вообще не очень глино везде кричу свищу и музыка играет но когда включая камеру музыку включаю отвечать либо кричать либо вот и дурак вариваю что-то где-то грохнула да зимой на лыжах идешь себе на лыжах и идешь себе на лыжах либо я сегодня дойду до туда куда хочу и найду то что я хочу короче чего я хочу найти есть информацию штамбудка какая-то есть на какой-то поляне в общем валяется тут походу если гильза стреляли кого-то охотники на в общем тут не перейти придется я думаю так ускорю процесс я босиком пойду босиком конечно по тайге тоже ничего хорошего вода холодная-холодная вы знаете что она не такая ледяная как как-то сначала вот так вот я иду зато босиком процесс ускорился мне не надо ничего обходить я просто иду главное на что они наступить не сделал и главное чтобы змеи не было я решила обуться там вроде прослеживается о воде стали летать они меня сожрут пока я буду обуваться я даже ноги сполоснуть капец какие грязные и все исцарапаны лишь пошел отсюда о вот а я их не хлопаю мне их жалко ой как хорошо ботиночки зазолеть висиком тоже хорошо но не по такой местности зато какой массаж я получила ешкин кот еще следы короче медведи просто толпами ходит в общем я наверно сегодня вам замучаюсь снимать следы медведей прошла немного и вот опять а то знаете в начале я шутила что я вам сегодня покажу кучу следов медвежьих вот следов пожалуйста море еще не хватало медведей теперь встретить нет 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 не надо я уже следам медведей не удивляюсь только снимаю для вас вот петоня вот громадная петоня а вот еще петоня о лапище миша я иду давай прячься разбегайся шкурье мохнатая смешно ага а вот копыта чита судя по размеру могут быть мораль и вот еще а вот то ли собака то ли на кто и вот опять копыт и копыт и это хорошо очередные мишины следики петуни вот еще еле заметная петоня а вот этот большой лапы кстати вот видите огромная лапа громадное дерево упала елки-палки я свернула на импровизированную тропу но видите вся заросшая короче ее еле-еле заметно пытаюсь по ней идти надеюсь я права что я сюда свернула я спустилась благополучно кто-то мне там кстати ой блин я маямище как-то в комментариях написал что тебе было бы интересно посмотреть как ты избу какую-нибудь ищешь вот ищу видите ищу там такая изба конечно говорят что там вагончик я и так уже забрела фиг знает куда медведи кругом следов дофиги ищу истон а как истона а обратите внимание какая нежная зелень она только сейчас такая яркая яркая смотрите как красиво такие корни огромные короче пока до конь дойду я вся сожранная буду смотрите какой корень до огромный и тут вылетела риса гуско желтенькая которая красивая такая вот здесь вот гнездышко вот сейчас должно быть видно смотрите какие яички ну-ка фокусируйся ладно не будем нервировать 300 гуско она же где-то рядом наблюдает нельзя трогать два яичка круче сначала испугалась думаю машина среди тайги среди леса как это вагончик я его дошла вон он видите торчит я нашла я нашла я не зря шла он какой-то убитый разбитый еще не факт что на ночь останусь страшно как-то заброшка какая-то блин среди тайги напиленный тысячу лет фиг знает когда дрова видите старый он уже заменивший лавка стол тут так светло хорошо прям загорать нужно не знаю рискнули тут переночевать но я чё зря шла что чайник вроде неплохой о еще чайник какие-то закуси стоят страшно жуть здесь я там никакого трапешника не найду это дверь открылась не пугайтесь видите даже печка есть до окно сломано нары есть кривые правда какие-то кроссы чьи-то стоят блин это же надо это как это сюда надо было вот такой вагон притащить а печку в такую даль ах ты тут даже свечка есть ничего народ ночуем здесь или жутко слушка медведь если придет да будет жутко и люди тоже в общем надо что-то думать два с половиной часа я шла ну либо в свою избу идти ночевать либо здесь как-то немножко жутковато но в новых местах всегда так сижу думаю что делать короче тут походила покружила и там посмотрела и там посмотрела и там посмотрела и там посмотрела нигде никакого родника воды никакой не нашла у меня есть вода я не знаю насколько мне хватит я вот думаю знаете что если остаться то эту воду которая у меня есть только чисто на готовку и на попить а вот там есть лужа и вот ее ну как техническую воду использовать там руки помыть посуду сполоснуть стоянка по ходу брошенная все вообще в плачевном состоянии в общем короче банан который я сэкономила сегодня и у меня тут еще такие плюшки есть чаем сейчас перекушу черемшульки маленько сорвала тут ее много в общем сейчас перекушу и пойду маленько хоть порядок какой-то на виду в железяке в этой какой-то был крик я не поняла в общем какой-то был сейчас звук может мне показалось но не медведь точно как будто косуля или морал ну я если честно здесь косуль вообще не видела ну копыты же мы видели по дороге значит какие то есть копытные наконец-то я котика зашила ну как смогла конечно тут в полевых условиях то не сильно он у меня бедный весь покоцанный все лапы перешиты перезашиты они уже отваливались и пузо вообще прям дрелое было сижу такая зашиваю и отмечаю тут просяж как-то странно наверно это выглядит со стороны у меня тут музыка играет я сижу такая посреди тайги фиг знает в жопе мира какой-то и сижу зашиваю себе мягкую игрушку как-то это наверно странно комара большого вытащила лежит дрыгается в воде она шла до этого божью коровку вытащила тоже с музыкой везде хожу медведей кругом и карашки разбегайтесь давайте-ка разбегайтесь что-то есть то ли правда кто-то ходит в смысле и жирности и то ли от ветра это деревья хрустят да дожилась не думала я что буду чайники в людях мыть знаете там такие жучки в воде заводится которые плавают как типа мелкие головастики такие они вот так тик-тик-тик плавают в воде вот мне бы не хотелось если чайник сюда захватить а так вроде ничего вода сверху убираешь грязь нормально смотрите что тут обнаружила нож ой он уже ржавый совсем заживел да вряд ли кто-то сюда ходит походу за иди отсюда да ни гвоздей ни веревочек ничего нет а 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 вот это вот я сожгу когда будет костюм смысле не дрова а вот эти вот тряпки всякие а так все чисто можно спать а а а а Продолжение следует... 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 так они точно не звеню это кстати самая тяжелая но больше всех видимо сырости подвергалась как бы мне его теперь туда-то перетащить так перебросами вот что медведь придет вот смотри что нашла сразу все медведи разбегутся я даже далеко убирать не буду прикольно ватка страшно как жарко мишаня мишаня мишка не ходи сюда мишка 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 Не над костром, иначе вы его спалите сверху, а внутри он не проделается, а именно где угли в этой стороне, где именно жар идет. Главное не спалить, чтобы они медленно поджаривались, чтобы они внутри успели проделаться. Надо медленно его со всех сторон прям крутить, слегка-слегка поджаривать, он тогда и внутри проделается, и будет такой, знаете, как крем реально, он во рту будет таять. Воу, сейчас она вообще, она прям, аж на палке держится, смотрите какая. Воздушная, воздушная. Райское наслаждение, в тайге. Вот такой костерок придется оставить, на всякий случай, пусть горит. А, ну и гремелки взяла, мало ли что. Все, короче, я заперти, я в каком-то вагоне, непонятно, посреди тайги. Ой, вон моя постелька, сейчас я разложу спальник и буду укладывать. Ой, да. Давай. Парни. 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 Я сходила в удаленное место, попугала, мешали, постучала Железяками, покричала, надеюсь, ночь будет спокойной Я уже хочу быстрее утро, мне хочется, чтобы утро быстрее наступило, чтобы светло и солнышко Сейчас еще все выключу, когда буду лежать в этом ящике, представляете, и все слышать У меня тут, короче, пила, у меня тут вот эти гремелки, у меня тут свисток рядышком тоже У меня тут музыка рядом, нож Вот такие у меня носочки с мешанями, вот когда мешани на носочках, это прекрасно Вот, и когда они где-то далеко в лесу, тоже нормально Все, баеньки, котика зашила сегодня, инбалитик мой маленький Мишка еще сегодня со мной, Мишаня Ой, все равно, как хорошо лечь-то А когда устанешь, ноги гудят Спокойной ночи до утра Лежу и все думаю Уже глаза вообще закрываются, спать хочу Думаю, что как же плохо, что дверь вообще здесь не закрывается Я там, конечно, завязала чуть-чуть, но это вообще не о чем И знаете, поднялся очень сильный ветер, и так холодно Что-то стало Тут же щели везде Доброе утро, земля Я жива Меня пока не съели До четырех утра я вообще отлично спала А потом началось В четыре проснулась В пять проснулась Сейчас вот шесть утра По контейнеру Что-то скрябает И понятно, что, слава богу, не медведь Потому что медведя я бы сразу поняла У него характерный рыб есть такой Ну, короче, его по звуку можно понять А тут какие-то, видимо, мелкие животные Бундуки или какие-нибудь Может, лиса даже Взяла эти гремелки Пошла, постучала, погремела Я вставать вообще не хочу Потому что еще очень рано Время где-то 8.30 Я столько времени валяла Надо выйти погреметь на всякий случай Вдруг медведя рядом Все может быть В таких местах А в ответ деревен Все скрипят Смотрите, грибочки Если я не ошибаюсь, это сморчки Вон еще два маленьких Вот еще Их можно поесть Пособирала маленько черемшички Вот такой пакетик насобирала И вот еще пучок Я уже все собрала Вот мой рюкзак Хорошо уходить со стоянки Когда везде чисто Когда ты за собой прибрал Даже за другими свинотами Бревнышки все Сохнут Теперь Они не сгниют Это хорошо Доски тоже теперь не сгниют Там тоже все чисто Кору принесла Посушила Вчера специально ее В общем, вот такую частоту Отставляю Помните, какой свинавник был Пока вагончик Закроем От греха подальше Все кастрюли железные Там гремелки Все туда-то ставило Чтоб не мокли А чайник, который более-менее Я в которой воду набирала Я вообще в вагончик туда унесла Чтоб он не гнил Не жировел Смотрите, лягушонок маленький Ой, какой Маленький Сейчас там недалеко от лагеря Еще видела следы Двух разных мишань Ну, разные по размеру Лапы Вчера я шла, этих следов не было То есть, получается, мишани все-таки Бродили там Возле того места, где я была Мишани вообще адекватные мишани Они к людям не будут выходить Адекватные мишани не ищут встречи с людьми И чаще всего бывает так, что где-то медведь рядом Ой, еще огромная лапень Что где-то медведь рядом А вы об этом просто не знаете А он зато прекрасно знает Что вы идете здесь О, лапина Свежий это след И вон он пошел Вот она, петуня И вот он, смотрите, пошел Вот След Вот И прям по середке Шел Вот они следы Свеженькие Вот Вот эта вот лапина Вообще огромная Прям реально здоровая И вот рядом еще одна Смотрите Отпечаток как бы не сильно хорошо видно Но видно, какой он громадный Вот, представляете, ширина лапы Это просто громадный медведь проходил Вот он дальше шел Здесь посвежее след Видно лучше Быстрее стараюсь идти Хочу быстрее пройти эти медвежьи места Мне почему-то, когда солнце светит Мне сразу все хорошо Мне не страшно Вот если бы было мрачно Дождь, как вот в том году я ходила Видела медвежьи следы тоже Но не столько, конечно, много Потому что сейчас я дальше гораздо ушла В тайгу, вглубь Смотрите, а вот такой след Должен настораживать очень сильно Причем он прям свежайший видно Вот лапа побольше, да А это маленькая лапка То есть посмотрите Посмотрите, с моей рукой Она маленькая Медвежатка, значит Опасна очень Дальше я не смогу идти Только босиком Как я по этой каше Мечтала пройти, конечно Ой, а здесь тоже медвежьи следики Кстати, не сильно большие О, смотрите, какие озера перехожу Просто жесть Воды, видите, похудо Здесь посюда А там в середине Кто его знает Смотрите, свежайшие вообще следы Вчера их не было Тут шла Вот это лапище В ту же сторону шел Ой Вот это следы Видали? Какая лапина огромная Вот это лапины Вот это огромный медведь шел Короче, вообще кишмя кишат Эти медведи На протяженности всего маршрута Очень много следов Очень много Разных, разнообразных От огромных До совсем маленьких Казалось бы, должно быть жутко Но мне почему-то вообще не жутко Я не знаю почему О, ничего тут Страшно Жуть Смотрите Почти по колено уже Вчера я в ботинках Обходила По бурелому Но мне неохота По бурелому идти Я все равно уже возгулась Лучше вброд перейти И ножки освежаться Мне еще где-то идти Часа два Часа два-два с половиной О, воды кусают, блин Надо быстрее оттуда бежать Дальше я уже пойду без съемки Подписывайтесь на мои каналы На ютубе В дзене Все ссылки есть под видео До новых встреч на моем канале Бедная лягуха Че с ней стало непонятно Как скакала, так и застыла на месте Я вообще сначала подумала, что живая Жалкая бедняга Я перышко нашла Воронье Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»